Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Иоанн Тераутс и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам поступил вопрос «Алчущей правды», о какой правде идет речь в заповеди, данной в Евангелии от Матфея, 5 главе, 6 стихе. Мы знаем с вами эту заповедь «Блажение алчущей и жаждущей правды, ибо они насытятся». Но часто эту заповедь ассоциируют с вот таким правдорубством или некой погоней за тем, чтобы говорить то, что ты думаешь. Но эта заповедь не об этом. Слово «правда», если мы посмотрим контекст греческого оригинала, ассоциируется со словом или больше переводится со словом «праведность». Алчущие и жаждущие праведности. Те люди, которые когда-нибудь в своей жизни сталкивались с острым чувством голода или с острым чувством желания попить, понимают, что значит алкать и жаждать. А представьте сейчас, что вы с такой же силы ощущаете потребность в праведности, в вашей личной праведности. Тогда действительно ничего остановить вас не может. Ведь когда вы хотите пить или есть, вряд ли вы можете себе оправдать, что вы не поели и не попили, тем, что вы просто были слишком заняты или не хотели усложнять себе жизнь. Вы изыщите любую возможность, чтобы насытиться в одно или в другое время, но обязательно этого достигнете. Так и здесь. Отношение таковое к праведности, к личной праведности своей, является признаком здоровья нашего внутреннего состояния. Потом слова блаженные, алчущие и жаждущие правды, Макариус, счастливые, говорит еще и о следующем. Это не заповедь в каком-то смысле там Ветхого Завета. Не уби и не прелюбосотвори, не лжи свидетельствуй. Здесь говорится с точки зрения «хорошо тебе, счастлив ты, если ты алчишь и жаждешь правды, если ты алчишь и жаждешь праведности, если в каждом своем деле ты исходишь из вопроса «праведно ли это или неправедно?» Принесет ли это пользу моей душе, принесет ли это пользу моим ближним? Будет ли это угодно в очах Божьих? Вот еще один ветхозаветный такой, ветхозаветная фраза «ходить перед Господем» — это вот то, о чем говорится здесь. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы научились и приобрели эту добродетель жажды правды, жажды личной праведности. Благодарю всех вас за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!